Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первой книге царей. И сегодня мы будем читать 28 главу этой книги, в которой рассказывается о крайнем падении царя Саула, который оставляет свое царское достоинство, снимает с себя царскую одежду, переодевается в какие-то лохмотья и идет к ведьме с намерением, чтобы она вызвала ему из преисподней душу умершего пророка Божия Саула. И мы читаем, в то время филистимляне собрали войска свои для войны, чтобы воевать с Израилем. И сказал Анхус Давиду, да будет тебе известно, что ты пойдешь со мною в ополчение, ты и люди твои. В понимании Анхуса, царя филистимлян, у которого жил Давид, в земле которого жил Давид, Давид стал ненавистным для своих соплеменников. И сказал Давид Анхусу, ныне ты узнаешь, что сделает раб твой. И сказал Анхус Давиду, зато я сделаю тебя хранителем головы моей на все время. И здесь опять сообщается о смерти пророка Самуила. «И умер Самуил, и оплакивали его все израилетяне, и погребли его в раме, в городе его. Саул же изгнал волшебников и гадателей из страны». Но это повторное упоминание, оно не случайно, оно связано с тем, что будет описано дальше. То есть умер пророк Божий Самуил, который доносил до Саула волю Бога. А Саул к тому же изгнал из страны всех волшебников-гадателей. «И собрались филистимляне, и пошли, и стали станом сонми. Собрал и Саул весь народ израильский, и стали станом на Гилвуе». Гилвуя – это гора. «И увидел Саул стан филистимский, и испугался, и крепко дрогнуло сердце его, и попросил Саул Господа», возможно, через других пророков, там были целые пророческие школы, «но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков». То есть он просил Господа, хоть как-то ответить ему, Господь не отвечал ни во сне, ни через пророков, и ни через Урим и Тумим. Я рассказывал, такие камни были, с помощью которых можно было связаться с Господом. «Тогда Саул сказал слугам своим, сыщите мне женщину-волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее». Вот здесь Саул всецело противоречит самому себе. Он сам изгнал всех ведьм из святой земли, а теперь он, которому Господь ничего не отвечает, хочет идти к ведьме-волшебнице. «И отвечали ему слуги его, здесь, в Аэндоре, есть женщина-волшебница». «И снял с себя Саул одежды свои и надел другие». Вот это переодевание Саула – это окончательное его падение. Он снимает с себя как бы царское достоинство и облачается в какие-то другие одежды. «И пошел сам, и два человека с ним, это, наверное, телохранители, и пришли они к женщине ночью, и сказал ей Саул, «Прошу тебя, поворажи мне и выведи мне, о ком я скажу тебе». Почему они пришли ночью?» Саул стыдится того, что он делает, но он не может остановиться в своем падении, как и сказано в Писании, «Святый, да, светится, а нечестивый, да, творит нечестие». Но женщина отвечала ему, «Ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал он из страны волшебников и гадателей, для чего же ты расставляешь сеть души моей на погибель мне?» Она не понимает, что это и есть царь Саул. «И поклялся ей Саул Господом, говоря, «Жив Господь, не будет тебе беды за это дело». Тогда женщина спросила его, «Кого же вывести тебе из преисподней? Чью душу вызвать?» И отвечал он, «Самуила, выведи мне». Саул привык к тому, что через Самуила голос Божий звучал к нему, и он как бы с черного хода заходит в этот мир таинственный, иной мир и хочет вызвать Самуила опять. «И увидела женщина Самуила, она впадает в состояние некого такого ведьминого транса, и громко вскрикнула, и обратилась женщина к Саулу, говоря, «Зачем ты обманул меня, ты, Саул?» То есть, войдя в диалог с духами зла, она сразу получила от них информацию, что он и есть тот самый Саул, который запретил всех волшебников и гадателей на святой земле. «И сказал ей царь, не бойся, скажи, что ты видишь». И отвечала женщина, «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». «Какой он видом?» – спросил у нее Саул. Она сказала, «Выходит из земли, муж престарелый, одетый в длинную одежду, тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю, и поклонился». А теперь посмотрим, что пишет Тартулиан, это его трактат о душе. Вот и сегодня последователи еретика Симона столь уверены в своем искусстве, что берутся возвращать души пророков из самого ада. И это, думаю я, потому, что сила их заключается в способности обманывать. Эта же сила позволила ворожье из Аиндора возвратить душу Самуила после того, как Саул напрасно упрошал Бога. Вне этого эпизода Бог воспретил нам верить, что какая-либо душа, и уж никак не пророка, может быть вызвана демонами. Мы научены тому, что сам Сатана принимает вид Ангела Света, и еще легче вид Человека Света, и что в конце он совершит великие знамения и явит себя Богом, то есть, когда он будет как Антихрист, чтобы прельстить, если возможно, избранных. Он, в ком обитал дьявол, не стал мешкать и объявил Саулу, что он пророк Самуил. Итак, в понимании Тертулиана это был все-таки не Самуил. Это было действие духа, который еще больше решил смутить Саула. Перечитаем 14 стих. «Какой он видом?» спросил у нее Саул. Она сказала, «Выходит из земли муж, престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. И сказал Самуил Саулу, «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И отвечал Саул, «Тяжело мне очень, филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне, ни в видении, потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что делать». То есть Саул измучился этим молчанием Бога. Он не знает, как разрешить эту проблему, поэтому он действует вопреки своей собственной воле, ведь он уже изгнал всех волшебников и гадателей из своей земли. Но молчание небес тревожит его. И вместо того, чтобы обратиться к изучению Писания, тогда уже было пятикнижие Моисея, он не вглядывается в буквы закона, чтобы постичь волю Бога. Он хочет, чтобы это происходило каким-то очень эффектным образом и поиск из этого эффекта доводит его до такого падения. Впрочем, некоторые отцы допускали мысль, что это все-таки был Самуил. Мы не будем пытаться разобраться до конца в этом вопросе и читаем далее. «И сказал Самуил, для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим?» Действительно, какой человек нам поможет, если мы уже оказались сами во враждебных отношениях с Богом? «Господь сделает то, что говорил через меня, отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему Давиду. Так как ты не послушался глаза Господня и не выполнил ярости гнева его на Амалика, то Господь и делает это над тобою ныне. И предаст Господь Израиля вместе с тобой в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будьте со мною. Истан израильский предаст Господь в руки филистимлян. Вот эта часть этой главы действительно заставляет нас задуматься, а может быть, это был все-таки настоящий Самуил. Почему? Потому что бесы и дьявол, они не проведют будущее. Они его не видят, они его не знают. Но почему Господь попустил пророку явиться этому человеку через эту ведьму, это тоже вопрос, который остается открытым. Но в любом случае, так или иначе, Саул выслушал смертный приговор себе и своим сыновьям. По сути, дело всей своей династии. Саул, этот человек, который так красиво начал свое служение перед Богом, который был самым высоким, самым красивым в своем народе, был возведен на высоту помазанника Божия, дважды испытывал благодать Духа Святаго и пророчествовал сонами пророков. Теперь он знает, что все. Он будет убит, его сыновья будут убиты на этой самой горе, на горе Гелвуя. Конечно, это для него было великое потрясение, и мы читаем, «Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила, притом и силы не стало в нем, ибо он не ел хлеба весь тот день и всю ночь». Здесь как бы прямая речь автора этой книги говорит, что он испугался слов Самуила, не сказано призрака Самуила, поэтому этот вопрос остается до сих пор открытый, кто же ему явился. Возможно, явился злой дух под видом Самуила, но Господь запретил этому духу говорить ложь. Все-таки Саул был царем, и этот дух мог сказать правду. Но этот вопрос остается открытым. И подошла женщина так к Саулу и увидела, что он очень испугался и сказала, вот, раба твоя, послушалась голоса твоего и подвергла жизнь свою опасности и исполнила приказание, которое ты дал мне, теперь прошу, послушайся и ты голоса рабы твоей. Я предложу тебе кусок хлеба, поешь, и будет в тебе крепость, когда пойдешь в путь. В Писании говорится о том, что хлеб он укрепляет сердце человека. Сердце Саула было крайне взволнованно, и он нуждался в поддержке. Но в этом случае он отказался и сказал, не буду есть, и стали уговаривать его слуги его, а также и женщина, и он послушался голоса их, и встал с земли, и сел на ложе. Вот некая такая безысходность, то, что называется тоска смертная обрушилась на Саула. У женщины же был в доме откормленный теленок, и она поспешила заколоть его, и, взяв муки, замесила, испекла опресники, и предложила Саулу и слугам его, и они поели, и встали, и ушли в ту же ночь. Они приходят ночью и уходят в ту же ночь, то есть мрак, тени смертной сгустился над царем Саулом, суды Божии грядут на него, он знает, что день его смерти наступает.